Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер еще раз. Очень рада вас всех видеть. Практически видите. Я чуть-чуть приболела немножечко, что-то прям расклеилось и очень устала. Но я героически вышла, потому что на этой неделе не было эфира, и я обещала его провести. И вот я его провожу. Вчера я отменила, была занята с детьми. Но сегодня я ваша. Сегодня у нас такая тема, крутая, я считаю, тема, потому что практически это проблема каждого человека. Каждый человек так или иначе следит за своей фигурой или не следит, но думает об этом, видит себя в зеркало каждый день, занимается или не занимается спортом и смотрит на себя. И, в общем-то, от нашего внешнего вида и восприятия себя зависит дальше уже не то, что весь день, а вся наша целая жизнь. Как мы будем общаться с противоположным полом и как вообще мы будем себя чувствовать в этом мире. Вот. Но прежде чем начать обсуждать этот момент, хотела бы я вам еще раз сказать, что прилетел мой астролог индийский, индус. Вот. И он начинает прием. Вот вчера к нему уже моя девочка одна сходила с инстаграмом, между прочим. Вот. И очень довольна. Вот. Ну, в общем-то, все, кто сходил, все потом пишут, Даша, спасибо огромное, как здорово, тра-та-та. Поэтому, если кто-то хочет, у вас есть время. Неделя. Вот. Там еще надо заполнить анкету, выбрать там день, согласовать время. Принимает он на Тверской. Если кто-то хочет успеть сходить, составить гороскоп событий на ближайшие пять лет, все события, которые с вами будут происходить, вот, то пишите мне в личное сообщение здесь. Мой рабочий ватсап временно не работает, поэтому пишите в личку мне здесь, на инстаграме. Также составляются гороскопы и на детей. Вот я всем своим составила, чтобы понимать, в каком направлении двигаться, да, какие книжки подсовывать, в какие там фильмы включать, да, кем ребенок станет, в каком именно его ракурсе развивать. В общем, очень интересная штука – это астрология. Вот. И эти астропрогнозы, они, конечно, очень сильно помогают и с детьми, и самим нам по жизни. Так вот, например, я, конечно, много раз рассказывала, ну, вот, моя мама в детстве, когда мое было детство, у нее было 7 лет, она пошла, сделала себе, там, на 7 лет взрослым тот делал индус, а детям всегда делается в общем на всю жизнь, в целом. Вот. И она в тетрадочку записала все за ним, все его слова. Вот. И все, что он про меня тогда, 7-летнюю, говорил, все сбывается вот, ну, просто, тютелька в тютельку, очень четко. Вот. Что такое ведический астропрогноз? Это чистая математика. Это день и даты вашего рождения, время и место. Почему место? Потому что это тоже долгота и широта. Да. То есть, вводятся в систему все эти цифры, и потом выходит расклад в виде цифрок и закорючечек, как стояли планеты и основные созвездия в день, в момент, в секунду, в минуту вашего рождения. Вот. И исходя из этого, грамотный человек, который этим всю жизнь занимается, из 20-го поколения, этот бандит, он именно такой, вот, в 20-м поколении ведический астролог, грамотно должен это прочитать. Вот. И я вам отвечаю, что этот очень грамотный, он очень круто делает свою работу, и более того, он астролог при президенте в Индии. Поэтому, ну, и, в общем-то, я вот уже 4 года наблюдаю, как его весь гороскоп у меня сбывается, поэтому настоятельно вам рекомендую, кто еще раздумывает, идите. Идите, будьте очень довольны, действительно, очень интересная наука. Спрашиваю, делают ли он онлайн гороскоп? Конечно. Очень много людей из других стран делают по скайпу, это все то же самое. Вот. Кто не разговаривает на английском, там, мы договариваемся, чтобы был переводчик. Вот. Я там могу помочь заполнить анкету, на все вопросы я отвечаю, по времени подню, сконтактируемся. Вот. С ним. И вперед. Это очень интересная тема. Это целая наука. Это не то, что там гадалка смотрит в кофе, или там впадает в какой-то эстраксенсорический там момент, и что-то вам рассказывает, или по-таро вам сказки плетет, да. То есть, я не говорю, что это все неправда. Нет. Ну, там не угадаешь. Да, то есть, это человек через призму своего восприятия мира вам рассказывает, что он там увидел, что ему увиделось. Здесь нет. Он ничего нигде, ни в каких атмосферах не выдумывает, что он там увидел. Это четкая наука с четкими цифрами, с четкими зодиакальными знаками, планетами, временем, минутой, секундой и долготой широтой, где, что, когда, как. Четко. Это цифры. Это наука. Вот. Поэтому, почему я так утверждаю? Да, потому что я делала по жизни у трех разных джотишей. Вот, в семь лет мне сделали, потом в подростковом возрасте я делала. Один раз я делала на совместимости тоже натальную карту, тот же гороскоп, но у русской это была полная лажа, поэтому я настоятельно считаю, что русские или там вообще любые люди, кроме индусов, не должны заниматься ведическими астропрогнозами. Это еще полный бред. Вот. И из индусов вот третий раз я сделала у этого пандида. И все совпадает. Плюс-минус там подвижки по времени, но все одни и те же события они называют, и все они реально происходят в моей жизни. Поэтому это не развод и не гадание на мыльной гуще, там где-то не писеме по воде вилина, понимаете? То есть это все реальность, наука. Поэтому я пробовала это на себе и очень довольна, и вам рекомендую. Вот. Можно детишкам всем сделать тоже, мужьям. Вот. Такие вопросы, как там с бизнесом, с эмиграцией, с родами, с замужеством, со здоровьем. Любые вопросы решаются. То есть любой вопрос можно узнать. Вот. Как вам поступить в той или иной ситуации, да, особенно вот когда ты там в какой-то нехорошей, допустим, ситуации на распуте. Вот. Я к нему попала прямо вот после смерти моего мужа, и он мне очень помог. Не то, чтобы он мне помогал. Нет. Он мне составил этот гороскоп на 5 лет, и я четко поняла, как мне двигаться по жизни дальше, в каком направлении, что мне делать. Секундочку. Дети! Я еще попросила. Разрешила им поиграть, пока у меня эфир. В приставку все у них. Там взрыв мозга. Вот. Поэтому, что я говорила, я не помню. Короче, это все очень крутая тема. Если кто-то хочет, пишите мне в личку, все расскажу, поясню и соединю вас. Пуджи сегодня. Я забыла всем написать. Сори, пардон. Я что-то сегодня приболела, и дел было много, я забыла. Он сегодня делал пуджу на Варатре, и вот сегодня была пуджа, да, на Тверской он проводил. Но я лично туда не поехала, и поэтому я, собственно, и забыла всем выставить, что была пуджа. Сори, сорян. Я спрошу, может быть, за эти 7 дней оставшиеся, пока он здесь, будет еще какая-то пуджа. Я спрошу. Вы пишите мне в личку, так, понастойчивее, если хотите действительно куда-то попасть. Вот. Чтобы я вам отвечала на вопросы и узнавала, потому что я действительно просто могу упустить из головы. Вот. У меня сегодня чай лечебный со снадовым. Я пью прополис. Вот. Кто спрашивает, как я лечусь, я не пью никогда никакие таблетки. Вот. Я всегда, если я приболела, я пью чай, мед, лимон и прополис. Кто знает, прополис – это пчелиные экскременты настоенные на спирте. Вот. И вот такую чайную ложечку я на чай добавляю, на чашку, и пью, пью целый день, пью, 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 пью. И, в общем-то, через 3 дня уже должна быть, по идее, здорово. Бывает по-разному. Ну, так вот. Сегодняшняя наша тема – лишний вес. Вот. Ну что, берегитесь, все, у кого есть лишний вес. Ну, нет, я шучу, конечно, я там не сторонник Алены Водонаевой, да, которая растирает там всех полных людей, в пух и прах их разносит, да. Но, по большей части, ну, не то, что вы с ней согласны, да, но это, конечно, сейчас мы к этому придем. Да, в общем, ничего хорошего, пощады от меня не ждите. Итак, лишний вес, да, давайте вообще с вами начнем с разбора вообще этой фразы. Что такое лишний вес? Ведь можно же быть в теле, можно не быть идеальной, я об этом вообще не говорю, да. Можно быть достаточно фигуристой, очень даже пышной, но при этом быть, ну, хорошо себя чувствовать. То есть, я хочу, чтобы вы понимали, я не говорю, и сейчас речь не пойдет о том, чтобы быть идеальной, худой или там анорексичной, там, как Алена Шишкова, да. То есть, я не говорю, что надо следить прям как сумасшедшая там за каждым сантиметром своего тела и не допускать ни единой целлюлитинки, да, и над каждой складочкой на животе трястись и умирать. Нет, это все психосоматические моменты, уже неприятие себя, вот, об этом мы сейчас тоже поговорим, вот. Я говорю о реально лишнем весе. Что такое лишний вес, как определить, что он лишний, да? Кому-то 55 лишний, а кому-то и 105 вроде нормально. Вот, лишний вес определяется элементарно, когда человеку самому становится некомфортно с собой. Вот человеку самому становится некомфортно, тяжело, отдышка, куда-то не можешь нагнуться, достать, завязать шнурки или неудобно. Ну, то есть, конкретно, вот, становится тебе самому неудобно, самим собой, в своем теле неудобно, некомфортно. Это и есть лишний вес. Потому что, когда он у вас не лишний, я не говорю, что все должны весить 51 килограмм, как я, да? Можно весить 60 при моем же росте, но при этом быть сбитенькой, спортивненькой и чувствовать себя хорошо. Вот. Но, когда вы понимаете сами, что у вас начался перебор, лишний вес, вот, лишний, он бляха-муха и в Африке будет лишним. Вот. И это как раз тот самый показатель, когда надо срочно остановить и начать заниматься собой, усердно собой, а не продолжать зажирать дальше. Расскажу вам про себя такую историю, да? Я всю жизнь, до того, как я забеременела, до 25 лет, вы боролась с лишним весом. Да, вы сейчас все удивитесь, наверное, но у меня есть даже фотографии, которые я там в качестве, там, поржать, показываю, там, друзьям. И они не верят, что это я была такая, там, в 20-23 года. Я была очень пышной, ну, к примеру, да, там, 56-57 я могла весить. Вот. И даже я доходила до 59, уже ближе к беременности, видимо, так, тело готовилось или что, я расслабилась в семейной жизни, я не знаю, в общем. Я вообще весила 59. Это практически 60, на мой рост это очень много. У меня были такие щеки, круглые попа, руки, животик такой. Но я всегда была в спортивной форме. Я всегда занималась спортом, я бегала, там, на этом эллипсе, занималась конным спортом. То есть, да, я могла, там, не могла, а я и разожралась, но при этом я все равно держала себя в форме, в фигуре, чтобы это все было оформлено. Вот. Я знаю достаточно много женщин и друзей у меня там, знакомых есть, да, которые, ну, в хорошей форме, да, но при этом эти формы не приходят за какие-то сумасшедшие уже рамки. Ну, очевидные рамки, ну, товарищи, давайте будем с вами честными, да. Когда человек пережрал, и у него уже просто началось ожирение, это очевидно. Когда ты, ну, просто пышная, да, просто в теле, это тоже очевидно, это совсем другой разговор. Вот. Так вот, я всегда боролась тоже с лишним весом, как-то я резко 17-18 начала набирать, и все. И вот до 25 лет я постоянно боролась с ним, занималась спортом всяческим, как-то себя ущемляла в еде. И, в общем-то, тоже была пышечкой, как и многие. Вот. И старалась как-то с этим работать. Это все нормально, это все удобоваримо. Это все хорошо. Вот. Но когда мы начинаем зажирать что-то много, наедаться и становиться реально overweight, ну, реально толстыми, то в первую очередь надо подумать вообще, от чего это проблема, почему что-то зажираешь. Потому что в большинстве случаев женщины заедают страх, свои страхи. Вообще люди, особенно женщины, да, начинают заедать свои страхи, начинают очень много есть, чтобы, ну, на таком подсознательном уровне выстроить крепость. То есть, почему женщина всегда начинает толстеть живота, сразу первым делом начинается живот, там, ну, и так далее уже там пойдет, да, я говорю сейчас именно про живот, потому что здесь женский энергетический центр, матка. Вот, и первым делом жир нарастает здесь, вокруг матки, да, начинается расти такой фарточек, и здесь постепенно выстраивается, выстраивается такая крепость. То есть, женщина зажирает страх, страхи перед мужчиной, страхи остаться одной, страхи перед партнерами сексуальными, страхи перед сексом, да, то есть, ну, там разные моменты психологические, это надо разбирать у каждого человека, это свое, но в основном это страхи, касающиеся отношений, неудачных отношений, там, ну, все, что я перечислила в плане, там, секса и отношения с партнерами, в основном это все страхи, касающиеся отношений с противоположным полом. Вот, этот момент надо девочке учитывать, да, вот я вам сейчас это в открытую говорю, может, кто-то этого не знал, я думаю, что многие об этом не знают, женщины зажирают страхи. Поэтому, в первую очередь, чтобы похудеть, помимо липосакции, диеты, спорта и всего, и таблеток, сейчас мы дойдем до этого всего, я считаю, что на войне с жиром все методы хороши, на войне, как на любви, все методы хороши. Вот, мы сейчас все обсудим, я в детстве тоже ела таблетки, все вот эти вот для похудания, это все, конечно, очень нехорошо, сейчас мы до этого дойдем. Так вот, перед тем, как перейти уже к тяжелой артиллерии, да, а может быть и вместе скомпоновать, да, обязательно с чего надо начать, это с разбора психологических моментов, проблем в вашей голове. Потому что, например, в детстве я вот себя помню, почему я сильно полнела и начала употреблять эти наркотические таблетки, может быть, многие женщины знают, были такие тайские таблетки для похудения, горстями, там их надо было целый день пить разные в течение месяца, вот такие зрачки вставленные, сердце бьется, дышка, хард-атак начинается, спать невозможно. Возможно, вот, еще были такие таблетки, назывались дурамин, дурамин, мне кажется, для дур, для дур, которые не могут собраться, разобраться со своей головой, пойти в зал, ну ладно, я была молодая, у меня была очень мелкая, в общем-то, все это простительно было на то время. Ну вот, так вот, я конкретно помню, конечно, у меня были там определенные отношения, и я очень волновалась и боялась, что там я буду некрасиво выглядеть, некрасивая, недостаточно стройная, хотя я не была толстой, у меня не было лишнего веса, я просто была, ну, в теле такая пышечка. Вот, но anyway, короче, я, в общем-то, зажирала страх, я очень переживала там за одни отношения свои, и не только за одни, потом и за следующие, то есть постоянно, конечно, этот страх базировался именно в моей голове, психологически такие были моменты, связанные, естественно, с отношениями с мужчинами, с половыми партнерами, вот, и на этой почве, в общем-то, я набирала вес. А потом усердно сидела на наркотических вот этих вот ужасных тайских колесах, и меридию я пила, может быть, вы знаете, в аптеках продается меридия, она и сейчас у вас в открытом доступе, вот, в аптеке можно купить, вот, но от нее тоже очень нехорошие побочки, в общем, я в свое время все попробовала, вот, сейчас расскажу, как я, в общем-то, с этим поборолась. Очень все легко оказалось. Так вот, девочки, имейте в виду, я вам сейчас даю все козыря и все карты перед вами открываю вот вам в руки. Как только вы понимаете, что у вас проблема серьезная начинается с весом, первым делом идите к психологу, разбирайте проблему с головой. Вы моментально, очень быстро поймете, что вас так тяготит, почему вы так боитесь чего-то. Я думаю, что многие из вас уже сидят и знают, почему они, что они зажирают, да. То есть, в первую очередь, конечно же, это какой-то страх. Чаще всего, в 99% это связано с мужчинами. Так вот, как же разрешилась моя проблема с тем, что я подсела на всякие разные колеса и тоже боролась с лишним весом, вот, и там, все, я уже пластическим хирургом ходила, представляете, в таком возрасте. То есть, я уже даже и до этого дошла, и мне хотелось уже все отрезать, ну, то есть, вообще шиза. Вот, как это все закончилось со мной, все это психическое вот это вот мое расстройство на фоне того, что я толстею. Хотя у меня с женихами никогда проблем не было. Сейчас расскажу, как очень просто. Когда я стала жить со своим мужем, забеременела и вышла замуж, ну, это все стало в один момент, я и забеременела, и мы сначала сошлись, потом я забеременела, и уже и свадьбу-то мы как раз назначили, в общем, все слилось практически в один период. Я к концу, в середине беременности у меня уже был один живот, то есть, я вообще не набирала, я забеременела, мне было, ну, считайте, 60, да, округлим, 60. Ну, вот. А к концу беременности я была, там, 62. То есть, я за всю беременность от своего нормального веса, а нормальный у меня это 50-51, набрала 11-12 килограмм. С тем, что у меня уже было. То есть, это нормально набрать, там, 10-12 килограмм за беременность, это как раз вес плода с водами. То есть, что случилось? То есть, психологически я успокоилась, что я стала, ну, я при мужчине, у меня все комфортно, все хорошо, но в плане, что, ну, когда женщина выходит замуж, там, беременна, да, у нее как-то меняется и жизнь, и мировоззрение, и все. То есть, я психологически успокоилась, осела, у меня муж, я замужем, у меня все уже в голове хорошо, все сложилось грамотно, все как надо, и я беременна. То есть, я уже полная, я сама по себе, я полна, как женщина, по-женски я уже состоялась, сложилась, и я вся, я полна, я гармонична. И мне уже не надо было зажирать, 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 что-то там зажирать, куда-то бежать, где-то быть такой, сякой, там, ну, вот это вот все, психологический момент, мой психологический. Я думаю, что у всех женщин они похожи, вот, ну, я рассказываю сейчас в данном случае, про мой, он сам собой исчерпал себя, он исчез, он сам по себе пропал. То есть, у меня все сложилось, все получилось, все, я сижу довольная, комфортная, беременная, жду ребеночка, и сам собой вес ушел. Сам собой, когда я родила, я ела, пила, чай, печеньки, все, там, чтобы кормить, я кормила долго ребенка, там, практически по году я каждого кормила. Вот чтобы молоко приходило, надо много есть. Все, я вот такая была. А со вторым ребенком я еще сильнее похудела. И после того, как я откормила второго, я уже, ну, гуляла, ходила спокойно себе, там, по ресторанам, по Майами, по Сантропе, ела все, что угодно, и вообще не набирала. То есть, у меня был такой момент до 30, конечно, после 30 все меняется, весь метаболизм и все, но до 30 был такой у меня момент, пятилетка, когда я могла есть что угодно, и вес просто не удерживался на мне вообще, потому что настолько психологически upside down поменялось мое мировоззрение и мироощущение самого себя, как женщины в этом мире, да. Вот, то есть, уже все, нечего было, не от кого защищаться, куда-то бежать, что-то делать, и вес сам с собой ушел. К чему я эту историю рассказала? К тому, что все здесь, все здесь. То есть, начинать надо с разбора отсюда. Все в вашей голове. Как только психологически вы поймете, найдете проблему, это уже 50% сделанного дела. Вес сам остановится и начнет уходить. И к этому, безусловно, надо добавить, уже будет здоровое питание правильное, спорт, ну, какую-то... Я не призываю, да, вас к хирургам идти или там таблетки употреблять, да, но я считаю, что если ситуация того стоит, если вы на это созрели и вы хотите пойти к хирургу, пожалуйста, ваше право вперед, да, если вы все оценили риски и все вас устраивает, вы к этому готовы и хотите, я только за, я за любую борьбу с лишним весом. За любую. Вот. Также есть хорошие таблетки, насколько я сейчас узнала. Я честно вам говорю, я очень давно не употребляю никаких таблеток для фигуры, потому что мне это не надо. Ну вот. Но я сейчас пока была в Майами, одна девочка там из знакомых позвонила, попросила привезти какие-то таблетки для похудания. Типа у нее все девчонки просят, и в Москве все так страшно довольны. А как ты, Даша, неужели ты этого не знала? В общем, сейчас вам выдаю тоже секрет. Я и сама не пробовала, поэтому ничего не могу за них сказать, но всем девочкам, которые, может быть, хотят похудеть или там мечтают найти какие-то нормальные колеса, которые не бьют по организму, не устраивают сердцебиение, там запоры, дают спокойно спать, от них не вставляют зрачки, они абсолютно натуральные, на траве, без наркотиков. Я почитала их. Вот. Я их не стала привозить, потому что я сразу эту девочку отправила на Амазон, они продаются на Амазоне, зачем мне что-то везти еще оттуда? Вот. Они называются АЛФИА. Прямо так латинскими буквами и пишется. АЛФИА. Ну, АЛФИА, не знаю, как, по-разному зовут. АЛФИА. Пишется там нормально? Ну-ну. Я не пробовала, но по рассказу той девчонки, типа она и все ее подруги вообще в восторге. И они действительно очень натуральные и очень классные. Я зашла там, я ходила мимо этой аптеки. Крутая там аптека одна есть, Саня Айлс. Спросила, действительно, они продаются в Америке, действительно, они есть. Вот. Спросила про состав, почитала. И мне продавщица ужасно их расхваливала о том, какие они супер натуральные и не делают вот этого сердцебиения и всего. Всех побочек неприятных, которые я переживала в свое время со всеми этими ужасными таблетками. Вот. Так вот, ко всему к этому можно, вернее не можно, а нужно добавить, даже не добавить, а начать нужно с психологического разбора вашей конкретной ситуации, конкретной проблемы, потому что все идет отсюда. Я все это прожила на себе. Как только у меня не стало проблем, даже не то, что, ну, как бы, каких проблем? Ну, какой-то там житейский, какая-то у меня была суета, да? Как только у меня все успокоилось, и я, а вот, именно вот почувствовала себя в гармонии, как женщина в гармонии, все. Вес сам ушел и обратно не приходил. Я даже иногда специально подъедала, чтобы хоть чуть-чуть веса набрать. Я ей 48 весила. Бывал очень, там, с антропой, я помню, у меня все папа хотел накормить посильней, потому что не мог смотреть на меня. Говорит, Даша, одни кости. Вот. Ну, да, 48 весила тоже, 48, 49. Ну, я считаю, это очень хороший, красивый вес для меня был. Ну, вот сейчас я 50-51, я занимаюсь спортом, я въебываю по-настоящему. Вот, вы все видите по сторису, всех вас тоже агитирую, а заниматься спортом не только для фигуры, и для психического хорошего состояния, и для здоровья, да. Вот. Ну, и, конечно, очень большой reason, причина, почему я это делаю, это, конечно, для хорошей, красивой фигуры. Мне нравится, когда у меня красивая, идеальная фигура. Я не говорю, что все должны выглядеть, как я, весить, как я, ходить с идеальной жопой, без целлюлита. Нет, я понимаю, что основная масса женщин и не сможет так выглядеть, да им и не надо. На самом деле, когда я была полная, ну, я прям конкретно полная была, у меня не было проблем. Это я думала, что у меня проблемы, но на самом деле их не было. Не было проблем с женихами, меня постоянно звали на свидание, у меня было три варианта, меня люди звали замуж, помимо моего мужа. Серьезные очень мужчины. Вот, поэтому на самом деле проблема не во внешности, проблема не в вашей фигуре и весе, а проблема в голове. Поэтому я вот полэфира уже так усердно убеждаю вас заняться в первую очередь головой. Ну, давайте отойдем сейчас от головы, да, и займемся уже более такими приземленными физическими моментами. Сейчас обсудим. Вот я, между прочим, видите, вот морковкой заедаю. Голод. Ну, я так что поужину, но голода нет. Ну, вот вместо того, чтобы с чаем лузгать конфеты, я ем сладенькую морковку. Да? То есть включайте мозг, включайте режим заботы о самой себе, о своем теле. Ведь вам же с ним жить всю жизнь. И чем старше вы становитесь, тем больше веса прилипает. В любом случае вес с возрастом увеличивается. Болячки налипают, кости, там, суставы становятся заскорузлыми, соли набираются. Все и так становится тяжелее, да, обезваживается организм. Но если вы еще к нему добавляете неправильное питание, там, ужасные, там, какие-то консервы, консерванты, ешки, да, вот эти е, там, 202, 204 и так далее. Всякое дерьмо, жареное, пережаренное, горелое, там, мясо, вот это все, жир, животные жиры, сливочное масло. А потом мы удивляемся, почему болеем, откуда рак, откуда опухоль, и почему сейчас все умирают от этого. Да потому что жрете все все подряд, набиваетесь вот такие желоты. Я когда заходила, там, некоторые магазины в Америке и видела вот этих вот еле передвигающихся, ну, они прям еле передвигаются по, я не знаю, по 120, по 130 килограмм, я думала, боже, какой пиздец, что человек жрет, что он ест, товарищи. Это как надо не любить себя, чтобы настолько загнать куда-то в самый дальний угол причину, потому что у женщины есть причина, есть определенный конкретный страх, почему она до такого до себя довела, почему она себя запустила настолько. То есть ты, блядь, настолько себя не любишь, настолько себя не любишь, что ты боишься разобраться, посмотреть правде в глаза, разобраться, вытащить эту причину психологическую наружу, разобраться с ней и перестать в себя, как в помойку, запихивать все подряд. Но это такая не любовь и не уважение к самой себе. Все, конечно, начинается с любви и заботы о самой себе любимой. Поэтому я вас очень сильно всех сподвигаю разобраться сначала с головой, разбираться со своими страхами, вылезать из них, снимать блоки и как-то расти духовно. Тогда и все остальные проблемы, связанные с внешним видом, с улыбкой, с лицом, с кожей, с телом, с фигурой, они сами будут с собой решаться, сами по себе. Не, правда. Ведь ваше психоэмоциональное состояние напрямую связано с тем, как вы выглядите внешне. Вот. Поэтому, я не знаю, у меня нет пощады к людям с лишним весом, никакой. И когда мне говорят, что «Ой, ну это дети!» И кормят детей булочками, да, и уже бежит там девочка 7-8-9 лет, а она около бассейна бегает и прикрывается полотенчиком, потому что ей стыдно, у него живот вот такой вот уже трясется весь дряблый. Или там «Ой, ну это же детки, ну это нормально!» И продолжает бабушка запихивать в него там картошку фри, гамбургеры, сосиски там или еще что-то, я не знаю, блинчики побольше там на сливочном масле жареной. А у мальчика сиськи уже вот так вот висят, сиськи у мальчика висят. У меня таких сисек не было никогда в жизни. Ну как ты, блядь, можешь в 10 лет или там, я не знаю, ну в разные возрасти на самом деле мы берем. Там и в 15, и в 18, и в 9 я таких на пляже видела. Сидят мальчики, а у них щеки на плечах и вот такие сиськи женские. Ну это же пиздец, ну как, сука, можно так раскармливать своих детей под эгидой? Ой, ну это же детки, они перерастут, да нихуя они не перерастут, если ты уже с детства не привила к нему культуру питания. Культура питания должна быть, кормление. У меня дети всегда читают, знают, что они едят, что хорошо, что плохо. Сами отказались от мяса, я им просто прочитала, рассказала, как убивают животных, вот, и они сами пришли к такому выводу. Ну вырастут, захотят есть мясо, пускай едят, захотят с друзьями на шашлыках. Это не я решаю, они просто вырастут и будут знать все. И то, и то, и то, и это. Я им сейчас даю информацию как можно больше. Я очень много занималась и продолжаю заниматься, но одно время прям усиленно я им рассказывала, что такое консерванты, что такое соленое или маринованное, что такое ешки, что такое жареное, канцероген, масло, разные животные, растительная, трава, почему надо есть салаты, почему все время надо есть клетчатку, что такое углеводы, что такое клетчатка. То есть они у меня реально знают и я продолжаю повторять каждый день за ужином, за завтраком. Они не едят белый хлеб с дрожжами, они знают, что такое бездрожжевой черный хлеб, что такое глютен, клейковина. Ну, я глютеном так особо не грузила, но я вот так вот взяла хлеб хороший, теплый, жирный, вкусный такой белый и вот так вот им слепила комок. И говорю, вот такая вот слизь, вот такой вот комок у вас получается в кишках из-за дрожжей. Вот это дрожжи, то, что вы едите вкусный, сдобный хлеб и булки. Потом это вот эти дрожжи на всех наших там 11 метров кишки, да, больше кишки. Намного больше. Что-то я прогнала, не 11 метров кишки. Короче, неважно. В общем, очень много, да, кишки. И вот на каждом поворотике должен вот этот комок-клестер пройти. Конечно, он весь не проходит. Конечно, он застревает. Обрастает говнищем и вот такими вот клестерными кусками. Показала вот так вживую, что такое. Вот они сами начали лепить из хлеба. Вот. И поняли, да. А потом удивляются, откуда рак прямой кишки, вообще желудка, поджелудка и так далее. Всего-всего вот этого нехорошего, что происходит с пищеварительным трактом. Вот. Это хлеб сидит как этот спанчбоб. Я всем пытаюсь весело рассказать. И на себя все напитывает, напитывает, напитывает годами, десятилетиями. Конечно, потом люди болеют. Вот. Это я рассказываю детям. А теперь давайте перейдем ко взрослым. Ведь, блядь, вы когда это все едите в себя и вот так вот, ну, в себе оставляете. Это же правда. Это же не мультики. Это же я не просто сказку для детей рассказываю. Это же так и есть. И когда у человека огромный, избыточный, лишний вес, это такой, сука, бред организму, который, ну, просто несоизмерим ни с чем. Ты сам себя убиваешь каждый день, нанося себе такой колоссальный бред, пихая в себя такую нездоровую пищу, так себя не любя. И как можно, блядь, довести себя до веса сто с чем-то килограмм? Я вам начала с этого эфир. Можно остаться пухленькой, можно быть в теле, можно быть с жирочком, можно быть в форме. Я сама люблю мужчин, чтобы они были нормальные, да, и с животиком. То есть вот эти вот все красавцы с Men's Health, это вообще не мое. Вот. То есть можно быть в нормальном теле. Я не говорю, что все должны быть стероидные, идеальные. Нет, отнюдь, ни за что вообще я такое не перевариваю. Но когда у тебя конкретно, блядь, сука, вес лишний, да? Вот я вот его сегодня, поэтому и назвала эфир. Лишний вес. Ведь это же страдают все органы. А кости, как тяжело носить человеку самого себя. Так это же все органы в жиру внутри. Это как аллергия, да? Вы думаете, она наружу. Наружу это последняя стадия. Там внутри уже все органы от аллергии страдают. У тебя весь организм. На коже это уже последнее тебе организм высыпания тебе дает. Так же и жир в сердце, в жиру, в желудок. Все, все органы, печень, все начинает обрастать жиром. Все это ожирение не только снаружи, но и внутри. Это же безумно вредная и сумасшедшая нагрузка на организм. Нахуя, спрашивается, себя до такого доводить? Ну, была ты 60. Ну, окей, стала ты 70, 75. Ну, хуй с ним, может быть, ты здоровая лошадь, там, постоянно фигаришь, там, в бассейне, да, и 80. Ладно, пускай так, или там, ты боксом занимаешься, или еще там что-то, да? Пускай ты машина, да, в теле, пускай там немножко лишний вес, ну, не настолько, что ты уже, блядь, 100 весишь. Ну, как так можно себя запустить? И все отмазы. Вот про детей я уже рассказала, да что, ой, это ребеночек, он же все перерастет. Он не перерастет. Все, это уже пиздос, если вовремя не взяться. Я очень много вижу знакомых с детьми, у которых реальная проблема начинается в 12, 13, 15 лет. Ее так кормили девочку, и все, она уже стесняется, не раздевается на пляже, она уже ее дразнит в классе и так далее. Это же сумасшедшее психологическое давление уже сразу, с детства начинается. Вместо того, чтобы ходить, я красотка в классе, самое-самое, да, и там и так будет много подростковых проблем, да, тебе еще родители уже с детства навешали вот эту вот ситуацию с едой, не привили тебе культуру питания. Да, но это про детей, да, я говорю, а про взрослых есть такая очень распространенная фраза. А у меня, блядь, что там, метаболизм, неправильный метаболизм, расстройство какое-то там расстроенное, что? Что у нас на мозг расстроенный? Да нет, я забыла, все говорят, а, испортился неправильный обмен веществ, о, вспомнила. У меня неправильный обмен веществ. То есть, пожалуйста, открой окошко, не могу, очень жарко. Балкончик даже было бы лучше, ну или хотя бы окошко. Это неправильный метаболизм. У меня испортился обмен веществ. Неправильный обмен веществ. Неправильное питание. О, не неправильное питание, неправильный метаболизм. Как это люди говорят все толстые? У меня неправильный обмен веществ. Да, болею я, блядь. Это болезнь, блядь. У меня неправильный обмен веществ. Это не болезнь, неправильный обмен веществ. Не надо нас всех тут лечить, что у вас неправильный обмен веществ, блядь. Это пиздец, какая большая проблема нашего времени. Это наебывание самого себя. И еще вокруг ты пытаешься нас тут всех наебать. У меня неправильный обмен веществ. И защищаемся все какой-то вот ситуацией выдуманной, да, что вот доктора придумали неправильный. А вот сейчас он у тебя уже неправильный, да. Сейчас, когда ты вешаешь больше 100 килограмм, у тебя действительно уже неправильный обмен веществ. Но ты же к этому шла, ты же к этому пришла, блядь, как-то. Вот, и это не неправильный обмен веществ, а это зажор своего страха. Боязнь разобраться со своими психологическими проблемами и слабоволие, нету воли взять себя в руки, зашить рот, поменять конфеты на морковку. Начать есть на ночь, там, если у тебя серьезные проблемы начались с весом, перейди на гречку, посмотри, что такое правильное питание. Сделай раздельное питание, не говорю же, не есть. Ешьте, но ешьте нормальную еду, не белый хлеб, залитый там соусом бешамель, фаршем, мясом и сверху еще там яйцо пашот и еще сливочным маслом политым. Замени себе бутерброд на нормальный бутерброд, возьми злаковый какой-то там тост, положи на него авокадо, добавь там тоже яйцо пашот, но без всего остального, блядь, что там можно жирное наложить, да. То есть, ну как-то надо брать себя в руки, вот, и оправдание, что у меня неправильный обмен веществ, я вообще не принимаю. Вот вообще, это оправдывание своей лени, своих страхов, своего слабоволия. Знаете, как я в институт ходила же, когда во второй, еле-еле опаздывала, там на вторую пару приходила. Сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот, ну, это все шутки шутками, но это правда. Когда силы воли нету, ты продолжаешь жрать просто как не в себя, как конь, то все это очень всегда плачевно заканчивается. Ну, печально, реально печально, очень серьезными болезнями, неповоротливостью. Это я вам сейчас говорю на физическом уровне, а на жизненном, да, возьмем уровне, то это вообще беда. А женщины остаются одни, одинокие, ненужные, без секса, в своих страхах, со своими проблемами. Одна, одинешенька. Без радости жизни. А ведь радости жизни так много. Можно же сходить, наслаждаться своим внешним видом, одевать платье. Опять же таки, я вам не говорю про какую-то идеальную фигуру. Нет. Можно быть нормальной в теле. Я вот была очень долго в теле. Нормальной. Носила платье, там, в обтяжку, там даже. Обтягивала свои телеса. Это тоже очень секси, когда ты пышная и умеешь все это преподнести красиво. Можно круто заниматься сексом, кайфовать, кончать, наслаждаться, знакомиться, жениться, там, разводиться, какую-то жизнь иметь, рожать. Но когда ты, блядь, предпочел испугаться своих собственных страхов, подальше их засунуть и еще сверху посильнее зажрать тортами, чебуреками и жаренными там в масле, картошкой фри, гамбургерами, то тогда все, печалька, блядь. Это настоящая печалька. И никто тебе не поможет. Не придет человек, который скажет, ну все, Марусь, все, вот теперь я у тебя появился, я тебя взялся, ты худеешь. Это единичные случаи, мне кажется, на всю планету, чтобы взяли огромную, несчастную, утонувшую, собственно, жиру женщину, и вот мужчина в нее влюбился и довел до ума. То есть я, конечно, полагаю, что такие случаи были, но это какие-то единичные, сказочные вообще истории про белого принца на белом коне. Все мы с вами знаем, что принцев мало и коней белых тоже мало. На всех не хватает. Поэтому надо работать над собой. Вот. Ну, как бы, о чем мы тут ведем эту речь? О том, что я не принимаю оправдания, а-ля у меня неправильный обмен веществ. Это вот хуйню, ты пойди, пожалуйста, там, можешь обсудить там со своей мамой или там, я не знаю, своему доктору рассказать. Вот. Но мне это рассказывать не надо. Но я сама была в теле, я сама знаю, как, что такое ходить с лишним весом. Слава богу, там до таких сумасшедших я не доходила. Но 60 для меня это очень много. Я весила 60. Еще вот даже там за буквально там несколько там считанных там недель до беременности я вставала на весы, и мне становилось плохо. Я говорила, котик, господи, я уже 60 килограмм. Какой кошмар. Вот. Я купила себе эллипс домой, чтобы даже в зал уже, понимаешь, потому что пока дойдешь до зала, тоже какое-то время, и какие-то блоки у тебя могут случиться. Ну, все, дома, блядь, стоит дорожка. Ну, эллипс. Такой, ну, легкий такой вот, чтобы там не нагружать сильно квартиру. Все, я каждый день по 40 минут фигачила. Каждый день по 40 минут. И при этом я весила 59-60. Но хотя бы я стояла на одном весе и держала себя в руках. Я не жрала мороженое, я не жрала десерты, да, то есть я, ну, много ела, там, семейной жизни, да, как-то там еще не подрасчитала. Я прям помню, это у меня такой мюнаж был, я столько готовила для мужа, и вместе с ним садилась за стол, ела, и не понимала, что мне не надо столько есть. Я себе и желудок растянула, и действительно мне столько пищи не надо потреблять. Первое, второе, третье котлеты и компот. Мне не нужно столько. Вот. Но потом это все само собой гармонизовалось. Я уже рассказывала, как, да. Вот. Ну, в общем, надо брать себя в руки, девочки. Надо брать себя в руки, надо смотреть правде в глаза, надо смотреть на себя в зеркало и понимать, если ты жирная, то надо идти и с этим работать. Вот. Другой момент, да, что там приятие самой себя, этот бозипозитив вот это сейчас любят, да, это все понятно. Я же с этого и начала, что не надо быть идеальной или там анорексичкой. Нет. То есть можно быть в теле, можно и нужно быть не идеальной. Пожалуйста, у каждого свои критерии идеалов и, знаешь, кто-то любит кости, кто-то любит, чтобы пышно было, да, все по-разному любят. Самое главное тут не под кого-то подстраиваться, а чтобы тебе было самой комфортно, саму себя ты должна любить, саму себя ты должна воспринимать такой или такой или такой. То есть у тебя для тебя есть определенные критерии самой себя, как тебе нравится, как ты вот выглядишь. Да, вот так меня устраивает. Окей, там до 53 еще я очень даже sexy, very nice. Все, выше 53 я понимаю, что ага, уже, блядь, пошла не та тема какая-то у меня. Что-то пережираю где-то там пироженки. Я очень люблю пирожные и картошку. На ночь, да, там пошли или там печеньки какие-нибудь в постели с чайком. Все, надо приостановиться. Надо там морковочки пожевать на ночь. Вот, то есть вовремя, вовремя увидьте, когда у вас начинается перебор. У каждого свой перебор. Каждый себя комфортно в определенном каком-то, да, весе и виде, вот, воспринимает. Вот этот момент для себя отметьте. Вот для меня это килограмма. Я по килограммам себя оцениваю. Там для кого-то это там внешний вид живота или бедер, или там, ну, не знаю, мне кажется, легче всего по килограммам, да, поставить какой-то предел. Вот если уже за него переходишь, значит, уже, блядь, что-то не то. Вот. И все. И после него ловите себя. Держите себя. И держите, держите, держите. Я знаю, что вес не уходит неделями, месяцами. Но если вы будете keep going, продолжать в том же духе, сука, эллипс 40 минут каждый день. Морковка вместо конфет продолжаешь, там, оливье без картошки, там, все на оливковом масле, не жареное, все на пару. Поверьте, когда-то ваш организм сдастся, жир поддастся и уйдет. Месяц, второй, третий, но вы увидите результат. И как вы будете горды собой. Это как достичь чего-то в спорте, это как занять первое место на каком-то важном турнире. А этот турнир называется «Ваша жизнь». Потому что от внешнего вашего вида зависит все, как вы несете себя дальше в мир, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, ну, или там, мужчины с женщинами. Да, у мужчин тоже ожирение и проблемы. То есть я, на самом деле, сегодня для обоих полов говорила. Когда на женский род обращаюсь, потому что понимаю, что больше это женская проблема, это женщину заботит. Но тут есть и вторая сторона медали, тоже как раз именно больше к женщинам относится. Когда ты начинаешь просто себя ненавидеть за все. Это беда, это тоже психологический такой затык, который тоже ни к чему хорошему не приведет. Безусловно, себя надо любить. Я тоже с этого начала. Вообще гармония, которая начинается в первую очередь с любви к себе, она уже изначально несет свой комфортный, нормальный вид. Ты по-любому уже будешь красивой и в хорошей фигуре. Хороший, опять же таки, повторяю, в пятисотый раз не значит, как с обложки. Нет. Хороший – это комфортный для себя. Хотя, если ты в ладу сама собой, если ты любишь себя, вот ты принимаешь себя и любишь, и там может быть лишний там пятерочка килограммчиков, и с этим, ну да, тут складочка, но это моя любимая складочка, мой любимый животик. Ой, ну там вмятинка, целлюлитинка, это моя любимая вмятинка, мой мизинчик, мой волосочек, моя коленочка. Вот все вы должны в себе любить, все. С утра встали, отекшая, пухшая, красотка, любимая моя самая. То есть, когда вы себя реально любите и принимаете себя такой, как есть, то вы не сможете стать на 100 килограмм больше, чем вы себя любите. Понимаете, о чем я говорю? То есть, начать надо с, конечно, психологического отношения, с отношений с самой собой. Вот с этого надо начать. И тогда уже, когда у тебя в гармонии, в ладу отношения с самой собой, ты уже и не сможешь весить, как корова, несколько тонн. Понимаете? Там есть какие-то вопросы или, может, кто-то что-то писал? Какой вот твой рацион, да? Какой твой рацион? Мой рацион. Я с утра встаю. Вот насколько раньше неправильно я думала, я вот сейчас удивляюсь, да, но все же приходит с опытом. Все, что я вам говорю, все, чем я с вами делюсь, это все моя жизнь, которую я пропустила, прошла через себя и имею свой опыт. Ничего ценнее и круче опыта нету, я считаю. Ни в какой школе, институте вас не научат. Тому, как научат вас жизнь. Так вот, раньше я весь день ела, терпела, пила чай и воду, чтобы вечером сожрать торт. Понимаете? Я думала, что если я весь день буду себя урезать, то вечером я имею право на торт. Насколько я была неграмотной, необразованной, я не знала, что такое углеводы, да, что такое белки, что такое раздельное питание, полезное, правильное питание, да. Я ходила в зал, я занималась всю жизнь спортом, конным и там, и не конным, и все. Но у меня не было культуры именно вот воспитания еды, то, что я сейчас даю своим детям, да. Ведь это так просто понять, когда белки, когда углеводы, что с чем, что клетчатка вообще идет вообще весь день всегда, это как тряпка для кишок, да, клетчатку всегда надо употреблять. Что угли надо только с утра, да, рис вообще белый на ночь не надо. Это элементарно, это все очень просто. Девочки, возьмите сейчас такой доступ к информации, не надо ехать хуй знает куда, покупать эти книги, все есть в интернете. Это в мое время не было доступа. Сейчас все есть. Изучите это очень просто. Так вот, мой рацион. Это я к тому, какой у меня был раньше неправильный рацион, и я не переживала, блядь, что я толстею. А как я буду не толстеть, если я питаюсь одними тортами? Вот. Ммм, мой рацион. Утром я встаю, упиваю чашку кофе. Вру. Утром я встаю, упиваю стакан воды, теплой воды. Я вообще перестала пить холодную воду. Почему? Потому что холодная вода, она не усваивается. Организм ее должен согреть, переработать, и только тогда он донесет ее до клеток, уже там в каком-то уставшем виде. То есть организм еще тратит силы и устает, чтобы воду согреть. Поэтому я пью только комнатной температуры воду. Утром я пью теплую воду, сильно, практически горячую, но не горячую. Но и не просто себе теплую, а такую прям хорошо теплую, ближе к горячей. Без ничего, все просто, стакан теплой воды, чтобы пробудить желудочно-кишечный тракт. Чтобы кишки, желудок, чтобы все проснулись, водичка тепленькая, ура, и попили. А не то, что сразу фигакс пошла, хлеба закинула, или там мучного, или блина жареного, или еще оладушка, или еще что-нибудь. То есть это все ты наносишь вред. Желудок, может, особенно у кого язвы, или гастрит, или гастродиоденит. У меня, кстати, был гастродиоденит в свое время. Вот тоже я его залечила правильным питанием именно. Был вопрос, как ты вылечила гастрит. А что, кто-то знает, что у меня был гастрит? Я уже говорил, наверное, да? Да, я вылечила гастрит, гастродиоденит. Давайте быстро расскажу, пока не забыла. Во-первых, я просто начала правильно питаться. Я перестала есть жареное. Я все стала есть на пару. Вот, и все полезное. А все полезное, что в рот полезло, это неправильно. Полезное, это реально полезное. Откройте интернет, посмотрите, что полезное. Но я не могу вам сейчас 3 часа. У нас просто нет столько времени рассказывать, что полезное. Брокколи, капусточка там цветная, свеколочка. Все на пару или вареное, вкусненькое. С оливковым маслечком чуть подсолила. Овощи бомба. И очень полезное. Шпинат полезно. Ну, девочки, ну все полезно, то, что полезно. Откройте интернет, посмотрите, что полезно. Авокадо. Я все время ем авокадо. Авокадо очень полезно для женского организма, особенно для кожи лица. Женского. Именно для женщин. Авокадо. Я постоянно его луплю. Так что вы говорите? Просто правильным питанием? Да, говорю. Естественно, правильным питанием. Естественно, я перестала есть жареное. Вообще исключила. Потому что как только я клала в рот что-то жареное, это падало сюда, у меня начались адовые боли. Адские. А боль от гастрита, все, кто этим болел, недугом знают, намного сильнее, чем боль даже от язвы. Потому что именно гастрит дает сумасшедшую боль, какой не бывает даже при язве желудка. А лечатся любые желудочные заболевания папайи. Я постоянно хомячила папайю. В какой-то там компании, когда мне было 18 лет, один парень даже сказал, что его мама вылечила рак желудка папайи. Я тогда ему не поверила, но сейчас, в принципе, я даже склонна ей поверить, что это так. Поэтому папайя сумасшедшая штука для желудка. Бананы, все, что слизь выделяет, все, что окутывает желудок, и геркулес постоянно завариваешь. Я, когда заболел сильно желудок, я три раза в день на завтрак, на обед и на ужин сначала ела заваренный геркулес, потому что слизь, которую выделяет геркулес, безумно полезна именно для стенок желудка. И только когда желудок наполнен геркулесом весь обволочен этой слизью, только тогда уже я могла класть любую другую пищу, чтобы не обжигать стенки, чтобы желудок не болел. Поэтому вот вам геркулес, правильные продукты и папайя. Выпила горячей воды. Потом, через какое-то время, я выпиваю чашку кофе с молоком, со слипками. Я люблю. Вот. Могу поесть кашку или творог. Могу вообще ничего не поесть, особенно если я опаздываю, то я с чашкой кофе уже в машине куда-нибудь еду, тороплюсь. На обед я ем суп, который я говорю своими руками. Щевелевый его, то я очень люблю. Борщ. Все у меня теперь не на мясе. У меня вообще теперь в доме нет мяса. Могу рыбный суп сварить, лососевый, да. То есть все супы легкие. Ничего не жарится у меня. Только пассировочка легкая, лук, морковка. И все на оливковом масле. Только на оливковом. А вечером, вы все видели, я ем гречку с авокадо. Или рыбу на пару. Или салаты. Я очень люблю салаты. А то сегодня кукурузу на пару ели, морковку сырую. Вы знаете, мои дети довольны. А, ну я это еще потом приправила бутербродом с красной икрой. Вот. Дети были довольны. Все съели по бутерброду с маслом и с красной икрой. Ну я без масла. Вот. И на черном бездрожжевом хлебе вкусном. Все шикарно, все чудесно. Все сыты, все довольны. Пошли чай попили. Вот. Поэтому, ну вот так вот. Вот так вот я питаюсь. Надо снять, 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 снять. Скорее. Стой, 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 не бойся. Товарищи. Сейчас. Вене что-то сожрал. Блюет. Поэтому. Лего, наверное. Мы тут. А, лего, наверное, детское лего, да. Маленький мой зайчик. Давай я тебе вытру ротик. Давай. Давай, мой хороший. Немножко заблевали в прямом эфире. Курицу-индейку ты не ешь. Давай, давай, давай. Не переживай. Давай, стой вот здесь. Да. Я не ем курицу-индейку. Нет. Никаких кроликов, индейок. Ничего. Все. Я ем теперь только рыбу. Ты мой сладенький, да. Я ем теперь только рыбу. Все, молодец. Все, молодец, да. Получше стало. Все. Я перешла вообще. То есть я их всегда, уже давно питаюсь правильно. Что значит правильно? Это как можно больше вареного на пару овощей и рыбного морепродуктов, да. Вот. И мясо только вот, ну, когда вот на шашлыки, да, там с друзьями. Или плов шикарный, или еще что-то. Ну, вот. Тогда, да, мясо я себе позволяла. Или хамон там в Испании, да. Вот. Ну, так в основном всегда морепродуктами и вот салатами. А сейчас, в 4 мая, нас вставила всю семью, и мы перестали. Ты мой маленький, не переживайся. Мы вообще стали пескетарианцами. Мы едим только как вегетарианцы, плюс все рыбное. Не едим мясо вообще. Вот. Ну, я очень люблю утку, если честно. То есть, ну, в каком-то там крайнем случае, если где-то в блюде замешалась утка, вот недавно в ресторане было, я могу там кусочек маленький там проглотить, если где-то она была там намотана. Ну, вот. Ну, так вот никакой птицы, ничего. Только рыбу и морепродукты. Ты мой маленький зайчик. Вот так вот я питаюсь. Какие-то... Влияет ли алкоголь на вес? Безусловно. Очень сильно. Очень сильно влияет на вес. Кашка очень калорийная. Она же притягивает воду, она же отек. Чем больше возраст, тем сильнее отек после алкоголя и тяжелее бороться с весом, потому что притекает вода, и ты встаешь просто человек-тарелка. Я человек-отек. И тут начинают взрослые женщины уже пить диуретики всякие разные. Вот. Я сама в свое время пила диуретики, чтобы утром встать сухой, техничный, практичный, и влезть в какое-то платье. Это безумно вредно. Ну, по молодости понятно, что там много, да, всякой херни можно делать. Ну, в таком возрасте уже, конечно, такое нельзя себе позволять. Вот. Потому что это очень сильно бьет по почкам и на сердце. И чем старше возраст, тем тяжелее могут быть последствия после диуретиков. Поэтому алкоголь надо очень дозированно употреблять. Вот бокал красного вина, там бокал 2, да, на ночь, за ужином, это полезно. Не то, что не вредно, это полезно. Особенно женщинам, особенно зимой, особенно в месячные, да. Ну, вот, там, это профилактика онкологических заболеваний. Карену ему вообще выписали красное вино, пить обязательно. То есть вот в таких пропорциях это нормально. Но когда идет забух жестокий, то это все, это калории. Особенно, когда разбавляешь, там, или это коктейли, или там идет туда кола, все это сахар сумасшедший. Поэтому, да, алкоголь, ничего вам хорошего не несет. 20 секунд дарит. Да ладно? Да. Так быстро, о мой гад. Ну что, товарищи, не запускайте себя. Не надо делать себе поблажек. И следите за собой, будьте красивыми. Не жирите. И не жирите.